Они сражались за Родину. Сегодня годовщина окончания одной из самых продолжительных сражений Великой Отечественной войны – битвы за Кавказ. Очередная группа добровольцев подписала контракт на военную службу, какие условия предоставляют бойцам и их семьям Министерство обороны России. Необычное современное арт-искусство появилось в Тиберде. Почему художник из Екатеринбурга выбрал именно Северный Кавказ и назвал райским уголком? Республиканский шахматный турнир состоялся в Черкесске памяти выдающегося спортсмена, по чьей инициативе собрали лучших шахматистов республики. Сегодня важная дата в истории нашей страны и республики – годовщина окончания одной из самых продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – битвы за Кавказ. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов обратился к жителям республики в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Долгих 442 дня длилось изнурительное противостояние в тяжелых условиях горной местности при значительном перевесе сил в пользу противника. Единение и сплоченность многонационального народа России на фронте и в тылу позволили одержать победу в ошесточенной битве, которая окончилась 9 октября 1943 года разгромом немецко-фашистских войск. Указом президента России Владимира Путина 9 октября был официально признан Днем воинской славы, как символ мужества и несгибаемой воли к победе советской армии. Сегодня, как Россия вновь сражается с нацизмом, когда не прекращаются попытки переписать историю, историю Великой Отечественной войны. Особенно важно знать и помнить о каждой памятной дате, о каждом сражении наших мужественных защитников Отечества всех поколений. Накануне глава Карачаева Черкесии в режиме ВКС принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, которое прошло под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. На совещании рассмотрели вопросы противодействия распространению идеологии терроризма и идей неонацизма в молодежной среде на территории СКФО. В результате обсуждения определены приоритетные задачи в сфере профилактики терроризма на Северном Кавказе, в том числе направленные на предотвращение деструктивного воздействия террористической пропаганды на молодежь. Накануне в Черкесске 8 человек подписали контракт с Министерством обороны России. Добровольцы отмечают, что принять участие в защите и безопасности Отечества – долг каждого патриота своей страны. Сотрудники военного комиссариата региона подробнее разъяснили контрактникам, какие льготы предоставляются военнослужащим и их семьям. Подробности в материале Алихана Лепшокова. Житель Черкесии Олег Дзамыхов сам пришел в военкомат, чтобы подписать контракт с Министерством обороны России. Важно отметить, что двое его сыновей уже завтра будут проходить срочную службу. Служить Родине – наш долг. И на своем примере я показываю своим детям, что только вместе мы сможем сохранить мир и благополучие нашего государства, отмечает доброволец Олег Дзамыхов. Я говорю, что не стоит бояться, потому что Родина требует такая обстановка, такие обстоятельства. Сыновья идут на срочную службу в армию, но я тоже своего рода на службу, не на срочную, но тоже в армию. В ходе подписания контракта будущим военнослужащим разъясняют, какие меры поддержки предоставляются для них. Единовременная выплата в Карачаево-Черкесии для контрактников – 2 миллиона рублей. В месяц каждый из них будет получать ежемесячную заработную плату от 210 тысяч рублей в месяц. И премирование могут получить в год от 5 миллионов рублей. Граждане, которые заключают контракт с Минобороной, получают единовременные выплаты – 1,6 миллиона от главы Карачаевской республики и 400 тысяч от главы государства. Они, получается, едут не в зону проведения СФО, а на подготовку на две недели. После подготовки они отправляются в зону специальной военной операции. С каждым, кто нам приходит, мы проводим беседу. И стоит отметить, что ребята довольно серьезно относятся к службе и готовы быть полезными для своей родины. Аль-Халип Шоков, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске сотрудники Республиканской госавтоинспекции совместно с активистами школьного движения «Юная смена» в рамках недели безопасности дорожного движения провели плановые информационно-пропагандистские мероприятия. Ахмат Халкечев расскажет подробнее. В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также снижения дисков травматизма на дорогах, полицейские и их юные друзья запустили информационно-пропагандистскую акцию с говорящим названием «Внимание, дети!». Ну а в зоне особого внимания участки с высокой интенсивностью движения и имеются нерегулируемые пешеходные переходы. Выбрали мы сегодня именно данную, скажем так, локацию, ввиду того, что очень большой транспортный поток на данном участке автодороги и имеется пешеходный переход нерегулируемый, соответственно, очень много детишек тоже переходят через данный участок автодороги, ну в том числе и взрослые, конечно, так и переходят. Вот и хотим акцентировать внимание людей на проблематике именно детского дорожно-транспортного травматизма. За первые восемь месяцев текущего года на территории региона в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 28 несовершеннолетних. Ну а в трех случаях погибли дети. Сегодня сотрудники полиции проводят прохладчисленные мероприятия. На ваш взгляд, насколько важны и необходимы подобные мероприятия? В нашем городе это, если честно, важно. То есть все-таки есть нарушители у нас? Есть, конечно, особенно сейчас молодежь, какая пошла. Даже без прав на машинах ездят. Бывают, не пропускают? Да, конечно, бывает. Для большей эффективности профилактических мероприятий юные друзья полицейских возле пешеходных переходов с помощью специальных трафаретов наносят призывы для взрослых. Возможно, такая ситуация, когда человек думает о каких-то вещах, весь торопится, спешит. И вот, подойдя к правильной части, увидев прямо непосредственно в близости от пешеходного перехода надпись с напоминанием о том, как правильно переходить через дорогу, да, что если ты идешь особенно с ребенком, чтобы ты обязательно держал ребенка своего за руку, чтобы ты переходил дорогу, посмотрев по сторонам в обязательном порядке, чтобы ты не переходил рядом с пешеходным переходом, а непосредственно по нему, да. вот эти моменты все, конечно, в голове у человека будут по новой срабатывать, и он уже будет действовать так, как положено по закону. Хоть и наблюдается тенденция снижения общего числа пострадавших, тяжесть последствий возросла, с сожалению, отмечают полицейские. Общий уровень культуры повысился. А как вы думаете, благодаря чему? Скорее всего, наша полиция хорошо работает, прекрасно. Они когда на месте, все прекрасно происходит. То есть никто не нарушает, когда сотрудников наблюдают? Да, 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 это и хотел сказать. Ахмат Халкищев, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Райское дерево Туба появилось в Тиберде. В рамках 17-го международного фестиваля современного искусства Аланника состоялась торжественная презентация арт-проекта художника Эдуарда Кубенского Джанат. Карачаева, Черкесия стала четвертым регионом в марафоне открытий. Что хотел сказать своим творением автор проекта Джанат, расскажет Мадина Каракетова. Это Туба, райское дерево. Таким его видят художники из Екатеринбурга Эдуард Кубенский, автор арт-объекта, который отныне будет украшать территорию приусадебного участка дома-музея Ислама Крымшамхалова. Это не первая идея Эдуарда, реализованная на территории Карачаева Черкесии. Первой работой стали 30 тысяч цветов из гильз, установленные на территории музея защитникам перевала в Кавказе. Тогда Эдуард впервые посетил Тибердо и дом князя Ислама Крымшамхалова. И тогда и влюбился в этот курортный город. Меня, конечно, поразила природа, потому что я никогда здесь не был, всегда мечтал побывать на Домбае. Вот, и познакомившись с экспозицией музея, с историей Ислама Пашаевича, Крымшамхалова, который говорил о том, что он это место выбрал, потому что он считает это райским местом. И Тибердо в одном из переводов звучит как райское место, удобное райское место. И сам Ислам был просветителем. И сочетая вот эти вот две составляющие, просветление и райское место, невольно как бы приходишь к мысли, что нужно сделать что-то райское, что-то прекрасное, от чего получаешь насаждение, удовольствие. Эдуард долго думал, каким же должно быть это нечто райское, которое должно украшать райское место. Но что чем-то необыкновенным, это точно. Идеи, признается, художник было несколько, и все же он остановился на Тубе, райском дереве. Я проштудировал загон, это Коран полностью. Устройство полностью джаната, что он состоит из четырех садов, в нем течет четыре реки. И в одном из садов, из главных садов, стоит райское дерево Туба, которое является одним из главных наслаждений. Его созерцание является одним из главных наслаждений. И вот появилась такая идея создать здесь такое райское дерево. Это светящаяся инсталляция, сейчас днем мы ее не видим, вечером она светится, освещает буквально всю здесь улицу. Девятиметровый объект джанат состоит из металлической конструкции, на которую насажено 16 пластиковых кашпо, внутри светодиодная лента. Производили составные части райского дерева Эдуарда Кубенского в Петербурге. Автор также считает возможным установить прожектор. Луч света в небо усилит эффект, считает художник. Руководитель Северокавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина Галина Тибиева рассказала, что этот проект не первый на территории Крачево-Черкесии. И реализованы они в рамках главного проекта фестиваля современного искусства «Аланника», который сосредоточился на малых музеях Северного Кавказа. И мы предлагаем художникам, работающим в области современного искусства, попробовать показать, как языком современного искусства можно интерпретировать традиционную музейную коллекцию и, может быть, по-новому взглянуть на какие-то уже привычные вещи. Первый проект, который был в прошлом году реализован у вас в музее-памятнике защитников перевалов Кавказа, тоже автором его был Эдуард Кубенский, художник-архитектор из Екатеринбурга. Очень надеюсь, что арт-объект «Джанат» станет одним из символов Тибирды, говорит директор Крачево-Черкесского государственного историко-культурного и природного музея-заповедника Ханафи Хасанов. Учитывая тот момент, что такие федеральные музеи пытаются воплотить свои проекты именно в таких отдаленных музеях от центра, мы всегда смотрим положительно на участие всевозможного рода. Мы выступаем в разных проектах компаньонами, в некоторых проектах мы просто сотрудничаем. А здесь нам предложили предоставить также площадку для установки вот такого современного арт-объекта. Очень важно, что в Крачево-Черкесии развивается современное искусство, подытожил церемонию презентации проекта «Джанат» министр культуры республики Зурам Агербов. Сегодняшний проект – это такой уникальный для Крачево-Черкесии способ с помощью наших партнеров, а это и музей имени Пушкина, это и архитектор из Екатеринбурга, это и группа Крачево-Черкесии, которая готовила этот проект. Они вместе объединились и придали уже традиционному, всеми любимому, но может быть отходящему где-то на второй план музея имени Крым-Шимхалова новую жизнь, новое внимание и новый импульс к развитию. Через такие проекты гости республики показывают всей стране и даже миру свое видение Крачево-Черкесии. И видя, как гости влюбляются в наш край, мы восхищаемся им еще больше, считает Зурам Агербов. Мадина Каракетова, Миха Каракелян, 200 Крачево-Черкесия, Циберда. Банк России совместно с МВД и прокуратурой запустили масштабную акцию «Клади трубку-09». Зачастую злоумышленники звонят от лица сотрудника Банка России или другого ведомства, предлагают перевести деньги на безопасный счет, запугивают взломом личного кабинета на госуслугах. Мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана граждан, поэтому важно знать правила безопасного финансового поведения и не вступать в диалог со злоумышленниками. В Черкесске состоялся республиканский турнир по быстрым шахматам памяти общественного деятеля и выдающегося спортсмена Владимира Куджева. Состязание стало важным мероприятием для всех, кто присутствовал и следил за развитием событий. Альбина Ламкова продолжит тему. Владимир Куджев – ветеран труда и почетный автотранспортник Российской Федерации. Еще он был шестикратным чемпионом России, мастером спорта СССР по гандболу. Игра в шахматы была любимой. В этом деле Владимир Нагоевич был лучшим и внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в Корчаево-Черкесии. Говорят о нем его друзья. «Он, знаете, он здоровый такой дядька за 2 метра, 120 килограмм, мастер спорта. Понимаете, он так ко мне относился. Он тогда даже иногда обнимал, а у меня кости трещали. Такой мужик был, честный, порядочный. Я хочу это еще раз подчеркнуть. Ну, я не знаю, сейчас понимают или нет. Советская закалка. Он человек был из Советской закалки. Я горд, что я его знал». Турнир состоялся по инициативе друзей и родственников. При поддержке Федерации шахмат Корчаева-Черкесии проводится состязание во второй раз. Лаудин Газиев был одним из организаторов турнира. «Однозначно мы благодарны всем тем, которые помогли для проведения этого турнира. И Хуранову, и Абрекову. Это частная школа шахматная. Это два лучших шахматиста республики у нас. Они пошли нам навстречу. Они его знали». Организация турнира по шахматам показала, что в нашем обществе есть высокий интерес к этой игре, и что шахматы являются важной частью нашей культуры. Несомненно, такие мероприятия способствуют развитию интеллектуального потенциала нашей республики и страны в целом. Но у участников турнира есть переживания. Они ими и поделились. «Шахматы, конечно, находятся в Карачаево-Черкесии в упадке, особенно взрослые шахматы. Да, надо признать, что работа среди детей ведется. Это мы видим, но это только среди детей. На сегодня плачевное состояние с помещением шахматного клуба по сути не отвечает требованиям любых норм – и строительных, и противопожарных, и санитарных норм данных клубов, что нам выделили». Игра в шахматы – отличный способ проведения досуга и общения. Она позволяет людям разных возрастов и социальных слоев объединиться вокруг общего интереса и проводить время вместе. «Виды спорта Советский Союз всегда занимал лидирующие положения. И большинство шахматистов были выходцы из Советского Союза. Поэтому мы, старейшины, любители шахмат, общественные организации, пропагандируем игру шахмат, республиканского шахматного клуба». Щурс Чагов надеется, что проведение турнира по шахматам станет традицией в нашем городе и привлечет еще больше людей к этому увлекательному занятию. А самое главное – привлечет внимание к чаяниям игроков. Альбина Ламкова, Альбина Тимирова, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Лучший жокей России Мальзабек Капушев вновь стал лучшим на скачках, которые проходили в Грозном в честь дня рождения президента России Владимира Путина. На скачках состояло семь заездов. В титульном заезде на приз в честь дня рождения президента на дистанции 2400 метров победу одержал жеребец из клуба «Ахмат» Ламан Эдельвесь. В третьем забеге на приз главы Чечни лучший результат продемонстрировал скаконы Лендруш, также из клуба «Ахмат». И в этих двух заездах управлял лошадьми опытный и титулованный жокей Мальзабек Капушев. Конно-спортивный праздник получился очень зрелищным и интересным. Далее смотрите интервью заместителя генерального директора, руководителя регионального департамента ВГТРК, председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифата Сабитова. Слово нашим коллегам из ГТРК «Горный Алтай». А я с вами прощаюсь. Всего доброго!